Максим, а сколько тебе лет? Только не кривляйся. Сколько тебе лет, Максим? Семь. Семь? Значит, ты уже в школу ходишь, да? Хожу в второй класс, я был подывальцем. Ну, расскажи. Ну, говори. Тихо. Я бежал с своим другом в подвал, и били танки. А чё плачешь? Сейчас то не бьют. И Белеграды. Я своей бабушкой Любой сидел в подвале. А кто еще там был? Дедушка Юра, мама и папа. И свет сразу пропал. Свет немножко побыл, но уже пропал, мы залезли спички, пожегли. в Глии. Когда первый раз начали стрелять, дядя был тут, за Треворонией. и самолет летел почти до моей бабушки. Мы ожидаем. И там оно взорвалось. Забора нема. половина заборов пропало, все в дырки. Окна посыпались, но поменяли. Когда иду каждый раз до бабушки, вижу дырявые заборы. Чужие. А бабушкин дом целый? Угу. А недалеко. А твой дом, где ты с мамой жил, целый? Целый. Баба Люба, что там пропало? Баба Люба в двор снаряд попал, в машину попал, в окна были дырки, стекла посыпались, в машину попал, в навы и дырки. И в воротах были дырки, кучи. Еще большие и маленькие. Тебе страшно вспоминать? Угу. А ты сейчас в школу не ходишь? Вот здесь, сейчас ты уехал оттуда, да? Здесь в школу не ходишь? Я в Россию там мне бомбили. Весело было. Но тут-то чуть-чуть бомбят. Но я все равно хожу в школу. Здесь уже, в Селезневке ходишь в школу? Угу. А у нас, когда очень сильно бомбят, мы всегда пересаживаемся на другие парты, чтобы подальше от стекол. А когда очень сильно, слишком, мы делаем кусочки, подходим к стенкам и к скафалмам. Вам в школе рассказывали, куда нужно бежать, если обстрел? Рассказывали. Ползти в подвал. У нас там есть возле окон спортзал. А там у него есть подвал под низом. И я там раньше ходил, теперь не хожу. Только в коридоре мы там бегаем тихонько, только на уроках. Тихонько. А когда перемена, мы бегаем сколько хочется. Спасибо, Максим, а у тебя есть мечта? Ты чего-нибудь, о чем-то мечтаешь сейчас? Чего ты хочешь? О мире? О мире? Угу. Давайте.